Значит, теперь, дорогие друзья, мы проговорим некоторые нюансы этой локтевой техники от Гудвина, потому что я вижу, что не у всех все хорошо получается. Ну, во-первых, когда мы ставим яхты вдоль причала для регата, мы, по сути, делаем микродвижения. Только мы не внедряемся, мы мышцы вот так вот разжимаем, вот таким легким движением. Только мизинчики мы работаем. Смотрите, внимательнее. Вот такие вот коротенькие движения. Дальше, когда мы внедряемся всем корпусом, да, разводя локти, да, внедряемся и разводим их, мы работаем всем корпусом тела. Как вы видите, мияем сюда целиком. Если посмотреть внимательно, вот именно сбоку это хорошо видно, я делаю движения кошки позвоночником, то есть я сейчас тренирую дополнительно еще и свой позвоночник. Во-первых, когда мы делаем всевозможные разводки, вот такие локтями, у нас работают лопатки, да, очень хорошо нас от сколиоза вылечивают. Потом, когда я наклоняюсь, чтобы не устала моя поясница, да, если бы я просто работал так, да, то я бы практически весь день проработал, согнулшись. И у меня просто бы в конце дня, уже первого дня работы, запнуло что-нибудь там внизу, да. Для того, чтобы оно не замыкало, мы делаем такой нюанс, когда превращаем наш труд в упражнение для самих себя. Пока мы делаем упражнение, разве могут там они бы нам поглядеть. И в данном случае у меня позвоночник вот входит вот так вот, вот в этой плоскости. То есть, когда я еду вперед, я как кошка стараюсь выгибаться полностью вот так в спину, да. Когда возвращаюсь назад, я спину вгибаю в обратную сторону, полностью стараюсь отключить попу, да. Посмотрите внимательно, как это работает. То есть, я вхожу, а выхожу, вот и с ним способом. Это достаточно быстро и плавно. Как будто бы мы плывем сами. Техника такого плавания. Дельфин, по-моему, называется, когда у нас вот так вот все тело ходит, вот так позвоночник ходит. Заметьте, да, вот такое движение. То есть, ныряем и выныриваем. Далее, очень существенный нюанс, это когда мы упираемся вот сюда, да, и разводим в технике бульдозера руки вот так вот, да. Стараться все-таки, чтобы у нас одна рука была закреплена на вот этой нагреве подзвучной кости. А вторую руку отводим вот так вот, с силой в сторону. То есть, руки должны быть параллельно, локти параллельно. Ну, вы видите, мы вторую отводим. Потренируйтесь, это сделано в воздухе, как я делаю, да. Присоединили и... Ох! Силы отвели. Присоединили и с силой и с давлением отвели. Теперь в другую сторону. Присоединили и отвели. Присоединили и отвели. И вот так вот. Еще один нюанс. Когда вы бьете локтем вот сюда, да, покажите, пожалуйста, с этой стороны. Вы не просто делаете удар сюда, в косточку, да, и не перпендикулярный удар в тело человека. Потому что тут почки находятся, по почкам нельзя бить, да. В косточку бить тоже, ну, бессмысленно и больно может быть, да. А мы делаем этот удар для того, чтобы вот эту вот компрессию нижних частей позвоночника, да, L3, L5, L4, вот эти вот, да, мы их как бы разжимаем, отводя тазовые кости как можно ниже, вот туда. Соответственно, удар у нас происходит, еще раз повторяю, под 45 градусов вот туда, да. Но весь локоть, предплечье, запястье, кулак превращается в один инструмент. Нельзя ни в коем случае загибать руку, или как-то вот так вот, да. И тем более, некоторые вот берут и бьют почему-то вот в эту сторону. То есть вообще не в ту сторону бьют. Удар должен идти вот туда, ни в коем случае не перпендикулярно, не вертикально вниз, а вот отжимая наш позвоночник вот в ту сторону. Вот так. Ну, тут достаточно вот такого вот простучать, потому что именно мы на позвоночник воздействуем. Ну, здесь бессмысленно стучать, в этих местах не нужно. Так, вот такие нюансы я вам хотел рассказать. И что еще тут у нас может быть? Про лопатку я уже говорил, да. Если лопатка вам мешает, то просто попросите или положите руку, что выходит сюда, и приходите мимо лопатки. Ни в коем случае обоими локтями нельзя касаться позвоночника. Ну, вот. Это наши нюансы. В следующем видеоролике мы расскажем дальнейшее упражнение, что мы можем еще раз...